Добрый вечер! Всех нас поразила еще одна духовная болезнь. Это болезнь, ну, в церкви она называется гордыня. А так, этот термин, он, ну, менее объемный, нежели в него вкладываются смыслы. То есть, кто считает, что у него нет гордыни, так есть упрямство, есть своеволие, есть самомнение, есть тщеславие, самолюбие. Это все суть названия одного и того же. Поэтому церковной и святоотеческой литературе, это чаще всего именуется гордостью, но она многогранна, она многолика, и многие люди под этим термином подразумевают только какое-то одно узкое направление. Хотя, на самом деле, это очень широкое явление, широкий, всеобъемлющий грех. И поэтому, когда на эти темы приходится беседовать, вести речь, то очень многие люди зачастую не понимают, о чем идет речь, или считают, что идет речь не про них, про кого-то. Этот грех, которым практически страдаем мы все, без гордости человека, без самолюбия, без своеволия, без своенравия, без самомнения, без упрямства, на сегодняшний день практически не встретить ни одного человека. То есть это грех, который имеем мы все. Он проявляется, если еще не до конца, там, предположим, я понятно выразил суть этого греха, он проявляется. И в том, что мы любим говорить, это тоже проявление нашей гордыни, нашего самолюбия. То есть мы считаем, что наши мысли или наши слова ценные, а все остальные ценности не представляют. Он проявляется в том, что мы не слушаемся, не слушаемся родителей, не слушаемся в семье, не слушаемся, не подчиняемся начальству и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже проявление нашей гордыни. Он проявляется в том, что мы упрямимся, в том, что мы спорим. Это тоже проявление нашей гордыни. То есть когда мы считаем, что наше мнение более правильное, нежели мнение другого человека. Это все. Ну, их можно много приводить. Когда мы хотим, чтобы все было по-нашему, все по-моему, чтобы было. Особенно в семье мы этого добиваемся, чтобы все было по-моему. Это тоже проявление гордыни. Когда мы убеждены, что мое мнение самое правильное. Тоже гордыня. То есть все примеры не перечислить. Поэтому я думаю, что в какой степени, может быть, как-то попытался изложить суть этого греха. Но, однако, о нем можно очень много и долго говорить. Это грех, опять же, грех дьявола, грех сатаны. Именно он отец гордыни. Он отец самолюбия и непокорности. Это его. И наша пораженность этим грехом говорит о том, что мы очень сильно уподобились нечистой силе. И некоторые гордятся своей гордостью, козыряют, что вот я такая или я такой. Вот так вот. Ничего там хорошего нету. Это все равно, что гордиться своими недостатками. Это все равно, что, допустим, тот скажет, что я алкоголик. Вот я такой. Это очень хорошо. Хотя у кого физические грехи какие-то есть, эти люди понимают, что это плохо. Они как-то стараются скрывать свои физические грехи. А вот грехи духовные, как, например, гордыня, самолюбия, тщеславие, своенравие, своеволие, упрямство, мы не скрываем. Мы считаем, что это вроде норма жизни, что это хорошо. Некоторые думают, что если бы не было тщеславия, не было, как приходят очень часто слышать, не было бы прогресса, что не было бы каких-то открытий, достижений, это тоже большое заблуждение. Кстати, а что такое прогресс, тот же технический прогресс? Это именно человеческая гордыня двигает к прогрессам. Во-первых, каждому ученому, который открывает что-то, изобретает, хочет прославиться, стать знаменитым, во-первых. А во-вторых, человечество. Сейчас немножко поутихли с наукой, а еще в 70-х, в 60-х годах, в 50-х или в конце 19 века, как гордились, что человек машины создал, пар обуздал, пароходы есть, паровозы есть и так далее, что теперь по телеграфу можно сообщения передавать. Уж очень так гордилось человечество. А это есть не что иное, как грех гордыни. И, естественно, все научные открытия и достижения, порожденные гордыней, они нас привели к краю нашей гибели, привели нас к той экологической катастрофе, которую на сегодняшний день мы и имеем. Поэтому то суждение, что не было бы тщеславия у людей, не было бы прогресса, ошибочное. Без тщеславия, без гордыни человек гораздо большее может совершить, но с меньшим вредом. То есть чем меньше в человеке гордости, тем меньше вреда будет нести его действия и то, что он творит. Чем больше в человеке гордости, тем больше вреда и плохих последствий будет от наших деяний. И именно это на сегодняшний день мы все и имеем. То есть гибель природы, наши болезни, отравленный воздух, отравленную воду, нездоровую пищу и прочее, 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 прочее. Всякие излучения, облучения и прочее. Мы на сегодняшний день имеем то, что родила гордость человека. Причем сейчас как-то уже это не ощущают люди, а вот где-то, опять же, в конце 19 века эта гордость была такая, что вот, ну, как бы, противление Богу было даже, что вот Господь лошадь создал, а вот паровоз сделали более совершенный. Хотя совершенство я не вижу ни в паровозе, ни в электровозе по сравнению с той силой, которая, так если сравнить, с теми силами, которые мы имеем от Бога. Которую надо ремонтировать через каждое из сколько-то километров, которым надо угля, кто знает сколько и так далее, и так далее, и так далее. Это не является, наоборот, совершенством, которое отравляет вокруг себя все, для которого надо разрушить природу, чтобы снабдить его углем или нефтью, или еще чем-то, или электроэнергией, реку перепрудить, рыбу погубить, экологию нарушить и так далее. Это не является совершенством. Водомород является проявлением массы несовершенств, которые, опять же, являются порождением нашей же гордыни. Ну, речь, вообще-то, не о гордыне сейчас человечества, не о гордыне, которая наукой двигала или техническими открытиями, а о нашей гордыне личной. Вот примеры такие. Сейчас очень модно непослушание всевозможное. Очень многие семьи из-за этого распадаются. Пусть лучше я разведусь, но останусь при своих интересах. Пусть разведусь, или по-моему, или вообще никак. Или пускай будем вот разведемся, семья распадется, дети пострадают, или сами будем страдать. Но, только лучше было, по-моему. А кому это нужно, по-моему? Никому не нужно. И из-за этого, по-моему, очень много страдает семей. Дети страдают наши же. В итоге, вот это вот самомнение, своеволие является ничем иным, как причиной зла и страданий для других, для окружающих. Зато тот, кто явился инициатором своей гордыни, он остался при своем интересе, при своем мнении. Пускай ничего не получилось, пускай он все потерял, но зато со своим мнением остался. И больше мнения нет ничего. Эти люди, они же не вписываются и в общество. Очень трудно в обществе они живут. И если проанализировать, то в обществе как-то уже, поскольку гордо захлестнуло всех, как-то между собой люди научились контактировать. То есть не выявлять свою откровенную гордыню на работе, в коллективе. И зато в семье это уже открывается со всей полнотой. И опять же, от этого, если семья не страдает в виде развода, то страдания происходят в другом виде. Муж с женой друг от друга обособляются, они становятся чужими людьми. Потому что тут не тронь, тут не тронь ее или его. Здесь будет взрыв, эмоции, здесь будет крик, если так сказать, ругань будет. И поэтому люди друг от друга обособляются и, как бы сказать, уже не живут, а сосуществуют. И гораздо хуже, чем на работе. И, кстати, очень часто это наблюдается в наших нынешних семьях, когда люди с радостью бегут на работу, лишь бы побыстрее уйти из семьи. Хотя нормальное явление, когда человек домой бежит, то есть там ему должно быть хорошо. Но если человек бежит из семьи на работу, значит ему и не хочет быть в семье. Значит, это семья, которая является, ну как бы сказать, неполноценной для человека, которую, может быть, он и сам разрушил своей гордыней. То есть обособляется муж от жены, естественно, дети от родителей. И надо учитывать еще тот факт, что этот грех гордыни, он растет, как снежный ком. Поэтому, если мать имела определенную степень гордыни, то ее дочь уже гораздо больше этого греха имеет. А ее дети уже еще больше. И в итоге, что мы имеем? Те, допустим, женщины, которые считали себя эмансипированными, не хотели, так сказать, повиноваться мужу, допустим. Их дети являются более своевольными, и их дети уже не повинуются своим родителям, в том числе и матерям своим. И мало того, их дети заставляют уже этих матерей эмансипированных подчиняться им, что мы и наблюдаем. Сейчас во многих семьях командуют именно дети, так или иначе, но добиваются, вымогают именно все то, что они хотят. И родители вынуждены очень многие, перед ними чуть ли там не на задних лапках ходить, чтобы только удовлетворить все их запросы. Это плод нашего греха, это плод нашей гордыни. И если у нас гордыни было столько, то у детей будет еще больше. И их гордыня, она сломает и нас. И, кстати, это мы на сегодняшний день имеем, и от этого мы все страдаем. Но хорошо говорить о том, что есть, но как бороться с этим, это уже трудный, тяжелый подвиг. И каждый человек должен, в первую очередь, именно бороться с этим грехом. Именно не допускать вообще его в себе. Но когда мы его запустили в свою душу, конечно, очень трудно его изжить. И поэтому, прежде чем кому-то высказать какое-то сопротивление, или там непослушание, или навязать свое мнение, надо подумать, а почему мое мнение лучше, а почему я прав, а может он прав. И более полезно, если нас гордыня распирает, вспоминать о своих грехах. А их у нас очень много, грехов. Единственное, что очень часто мы их как-то не всегда видим, думаем, что у нас нет грехов. У нас их очень много, если вникнуть, если проанализировать нашу жизнь. И если мы будем вспоминать о своих грехах, о всем том зле, который мы в жизни совершили, меньше нас будет одолевать гордыни. То есть у нас уже будет оружие на борьбу с этим. И самое главное, если мы будем более кротким сердцем, то есть будем бороться со своей гордыней, к нам люди будут тянутся, потому что людям приятно общаться, даже рядом находиться с людьми, которые не имеют греха гордыни. Это и укрепляет и семьи, это дает авторитет человеку в обществе, к нему люди тянутся, с ним все хотят быть, его все ценят, его все уважают, причем уважением не напускным, не строго подчиненным, зависимым от его должности, а именно искренним, настоящим уважением человеческим, которое, к сожалению, в наши времена все реже и реже встречается. Поэтому мы должны помнить о том, что гордость – это грех самого дьявола, это его главное и основное свойство. И мы, цель нашей жизни, именно в первую очередь бороться с этим грехом, чтобы быть действительно рабами Божьими, а не рабами дьявола. Добрый вечер, уважаемые сограждане! Наш народ очень долго был насильно отлучен от веры, но душа каждого человека стремится к Богу, ибо она есть образ и подобие Божьи. И веру, как таковую, в Бога и стремление человека к единению с Богом из человеческой души изгнать не сможет никто. Какие бы ни были времена, атеистические или еще либо какие, все равно человек в глубине души остается верующим. Но беда вся в том, что вера в душе обязательно должна поддерживаться и внешними традициями, и таинствами, то есть действиями Божьими, о которых мы много раз говорили, поэтому я не буду к ним сейчас возвращаться. Почему? Потому что вера человеческая не может быть совершенной, ибо человек поддался греху, и естественно, его и ум, и душа подвержены этому греховному воздействию. И доказательством этого является тот факт, например, что, допустим, на одну и ту же вещь у каждого человека имеется свое мнение, и каждый убежден в своей справедливости, в истинности своего мнения. Хотя истин много быть не может, истина есть одна, абсолютно истина должна быть только одна. Так вот, обилие большого числа мнений по одному и тому же поводу, это факт неправильности нашего мышления. Точно так же и душа наша, воспринимая Бога, в своем стремлении идти к Богу, точно так же может пойти не по тому пути. Поэтому высказывание многих людей, я верую, но у меня вера в душе, хоть я в церковь не хожу, но я все равно верующий, это высказывание далеко от истины. Вера в душе может привести, а точнее не то, что может привести, а приводит не к Богу, а очень часто приводит к дьяволу. Дело в том, что уже в предыдущих передачах мы говорили о том, что вера в Бога, православная вера имеется в виду, отличается от всех других религий тем, что здесь человек стремится к Богу, а Бог идет к человеку. То есть соединение Бога и человека, стремление друг к другу, шествие друг к другу. Во всех остальных религиях этого нету. Так вот, когда человек имеет веру в душе, но не ходит в церковь, или имеет веру в душе и ходит в церковь, но не исповедуется, не причащается, не соборуется, живет в невенничном браке и так далее, эта вера, верой как таковой назвать нельзя, потому что здесь есть только начало в зародыши человеческого стремления к Богу, но человек при этом ничего не делает, палец о пальце не ударит к тому, чтобы Бог шел к нему. А Бог к нам идет именно через молитвное общение в церкви и в большей степени через приобщение святых христовых таинств. А мы в основном, многие из нас, из наших же сограждан.